Друзья, привет! Отличного вам дня! Я продолжаю свои путешествия по России и сейчас я въехал в город Владимир. В течение нескольких веков город был столицей Руси и самым влиятельным поселением. Даже Москва была лишь его пригородом. Владимир был основан князем Владимиром Мономаха в 1100 году. В городе сохранилось около 240 зданий, большинство из которых были построены в 18-19 веках и три монумента, построенных до монголо-татарского завоевания. Ну, город небольшой сам по себе. Ну, хотя как небольшой? Кому как. 350 тысяч населения. Ну, я считаю небольшим городом. Конечно, если вы живете в Миллионнике, то для вас будет он небольшим. Вот мне, собственно говоря, он небольшим и кажется. Я вбиваю в навигаторе какие-то достопримечательности, мне показывают 15 минут сюда, 15 минут туда. Парковка в центре 50 рублей в час. И то первые 30 минут бесплатно. Прям вот возле золотых ворот. 100 метров. Вот такое я люблю. Чтобы парковка в самом центре 50 рублей, пирожок 30 рублей, кофе пусть будет 50. Не, не бывает такого. Уже чтобы кофе 50 рублей. Сейчас можно банку только купить. В магазине развести. В стакане. Вот это будет 50 рублей. Ну, сейчас, конечно же, пройдем с вами через золотые ворота, как когда-то, почти тысячу лет назад сюда ходили в город. Кто? Все, кому не лень. Ощущение, конечно, удивительное. 100% удивительное, когда находишься в таких местах. Чтобы вы понимали, если вы не знаете, что такое золотые ворота, я вам сейчас покажу. Золотые ворота – это единственные ворота из семи существовавших в те времена, которые служили пропускным пунктом в город, ну и, соответственно, защитой. Здесь были позолоченные ворота, которые были украдены. Неизвестно сейчас, понятно, где они. Они были украдены во время татаро-монголов. Прямо написано для вас, золотые ворота построены в 1164 году. Вы представляете, сколько им лет? Как раз от золотых ворот идет главная улица города. Ну, я думаю, что это логично, если эти ворота были пропускным пунктом, главным пропускным пунктом. Большая Московская улица является магистральной, то есть по ней ходят машины. Она идет до Большой Нижегородской улицы. Большая Московская улица, она самая красивая и проходит через основные достопримечательности Владимира. Как и в Суздале, основа архитектуры Владимира – церкви, соборы и монастыри. Наиболее известный из них – Успенский собор. Главный в городе, уникальный памятник белокаменного зодчества, построенный в XII веке. Дмитриевский собор, тоже белокаменный, известен сохранившимися фресками и рельефно украшенными стенами. Богородица – Рождественский мужской монастырь, на территории которого расположен Собор Рождества Богородицы. Имеет многовыковую трагическую историю. Ее можно послушать на экскурсии. Троицкая церковь – одна из главных церквей старообрядцев в России. В ней размещена экспозиция Музея Хрусталя. Костел Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Католический храм, выполненный в готическом стиле. Здесь проходят концерты духовной музыки. Также рекомендую посетить достопримечательности Владимира Суздальского музея-заповедника. Экспозиция музейного комплекса «Палаты» расположена в парке Липки. Здесь работают выставки, посвященные русским усадьбам и картинная галерея. Владимирский музей истории хранит большую коллекцию драгоценностей, картины, иконы и старинные документы. Музей сказка «Бабуся и гуся» – занятное место для детей, где для них проведут увлекательную экскурсию. Владимирский планетарий. Здесь можно послушать интересные лекции для детей и взрослых, посмотреть фотовыставки и понаблюдать Луну в телескоп. Я остаюсь в гостинице не в центре, хотя для меня здесь все как бы близко, и особо не важно, где я остаюсь, потому что гостиница находится на краю, но при этом она в 12 минутах езды от самого центра. 12. Посмотрите обязательно про гостиницу, потому что если вы соберетесь сюда приехать, то это одна из гостиниц, которую я вам рекомендую. Большая гостиница с большой территорией, все в таком русском стиле и при этом качественно, то есть не колхоз. В Владимире находится известная тюрьма, про которую пел Михаил Круг – Владимирский централ. В разное время в ней находились известные революционеры, генералы, писатели, ученые. По официальной информации, отсюда не удалось сбежать еще ни одному заключенному. Если вам понравился Владимир и вы собрались сюда ехать, то имейте в виду, что дорога у вас займет около 4 часов. На автомобиле где-то в среднем 200 километров от Москвы. Я еще в городе сделал несколько фоточек. Если вам интересно посмотреть, заходите в Instagram. Smaps Education. Link в описании к видео. А если вы смотрите видео в Instagram, то заходите на YouTube ко мне. Егор Иеремир. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте поднимемся и я вам быстренько покажу свой номер. Я остаюсь на третьем этаже. У меня номер люкс. Стоимость 6100 без завтраков. Это на двоих взрослых и двоих детей. Субтитры сделал DimaTorzok И, конечно же, обязательный атрибут Это наша русская банка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы не устали от туристических походов по Владимиру, то здесь из гостиницы есть выход в парк. Мне чем-то напоминает такой выход в поле. Русское поле. И здесь вы можете и прогуляться спокойно, и пробежаться, и на велосипеде прокатиться. Очень прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА